Приветствую вас и думаю, что вам необходимо в первую очередь двигаться вот самой в нескольких направлениях. Первое направление связано с вашей мечтой. С мечтой о медицинском образовании. И хотя вы сказали, что мечту об этом вы уже похоронили, но, тем не менее, полагаю, что именно это стало наиболее ярким, по крайней мере, так мне показалось из вашего письма, наиболее ярким впечатлением у вас. Также это стало преломной точкой в ваших отношениях с матерью. И вам нужно этого добиться. Вам нужно добиться медицинского образования для того, чтобы реализовать самостоятельно то, что вам нужно. Тем самым, обретя полноценность, обретя гармонию, обретя удовлетворение. Удовлетворение. Удовлетворение своей собой. Удовлетворение своей жизни. Осознание, что вы все-таки наконец-то овладели той профессией, которая вам действительно нужна. Которая вам нравится. Которая соответствует вашим склонностям, вашим способностям, вашим природным данным и прочим. И да, вы скажете, что у вас нет денег, что вы не можете, что у вас нет возможности. Сейчас этого делать не нужно. Я понимаю, сейчас вы обстраиваете свою семью и не можете в данный момент никак еще тратить средства на образование. Я понимаю. Но мечту, ваше стремление и желание хоронить не нужно. Никогда не поздно начать учиться. Тем более, что вы еще очень молоды. У вас еще будет много возможностей для этого. Главное хотеть. Главное желать. И потому на данный момент, на данный момент, наиболее важная часть, которую вам нужно сделать, это возродить свою мечту и сказать нет. Я так просто от нее не откажусь. Сейчас я не могу. Но в будущем, в будущем я обязательно, я обязательно сделаю это. Я обязательно получу образование. Я обязательно стану тем, кем всегда хотела быть. Назло всем. В том числе и своей маме. Это скажете себе. Так решите поступить. И удивитесь, как изменится ваше отношение к маме. Получается, что все, что она делала, все, что она старалась в вас убить, все, что она старалась в вас починить, унизить, как-то урезать ваши доходы и все прочее. Все это у нее не получилось. Она не смогла добиться главного. Сделать вас своей подчиненной. Да, вы переехали к маме, да, вы сейчас живете отдельно, да. Все это есть. Но в душе, на чувством уровне, вы как бы продолжаете с ней все равно пикероваться. Вы продолжаете что-то пытаться ей доказать. Вы продолжаете пытаться сделать так, чтобы она вас поняла. Правда в том, что она вас не поймет. Потому что у нее нет в этом заинтересованности. Она не настроена на то, чтобы вас понимали. Она не настроена на то, чтобы слушать кого-то еще кроме себя. И это проявляется не только в отношении вас. Это проявляется в отношении всех окружающих. Вы это сами прекрасно описали. Это означает, что у вашей мамы личные проблемы. Личные конфликты. Комплексы. Неудовлетворенность, как сказала правильно моя коллега. И это все не позволяет ей находиться в гармонии с собой. А значит в гармонии с окружающим миром. И здесь нет ничего другого. Никакого иного выхода. Кроме как просто принять вашу маму такую, какая она есть. И относиться к ней с жалостью. То есть. Она просит что-то сделать для нее. Вот что-то просит сделать. Ну сделайте, если она этого так хочет. Сделайте. Хорошо. Есть у вас возможность сделать? Помогите ей. Возможности нет? Скажите прямо. Я не могу. Мы не можем. И она будет кричать. Она будет скандалить. Она будет жаловаться и так далее. Но вы то знаете, что это реакция не ее. Как человека осознанного. Как человека адекватного. Как человека отдающего себе отсчет в том, что он делает. Это реакция человека, который страдает очень многими страхами. Многими комплексами и так далее. Она по сути просто нуждается в вашем внимании. И она боится, что вы ее оставите. Она этого всегда боялась. Она боялась остаться без вас. Она стремилась подшинить вас. Она стремилась сделать вас своей. Она хотела сломать вас. Чтобы вы всегда всю жизнь сделали для нее точно нужной ей. Она боялась и сейчас боится еще сильнее. Потому что вы, по сути, это уже сделали. Но гордость, упрямость уже дают ей. Возможности, допустим, самостоятельно там позвонить. Поэтому с вами начать диалог после ссоры и так далее. Он должен понять, что человек просто движет. Человеком движет страх. Не более того. А человек, который боится, он что? Он даст ему жалости. И это означает, что к ней необходимо относиться. Как к ребенку. Такому вот взрослому, не очень смешленому ребенку. У которого, конечно же, есть свои потребности. У которого, конечно же, есть свои желания. Но родители, желания свои дотерсируют по мере возможностей. Не обращая внимание на их, там, жалобы, истерики и так далее. Я понимаю, что они ничем не обоснованы, ничем не подтверждены, да? Но при этом они все равно их любят. И при этом они заботятся о них. Вот так же вам нужно поступать с мамой. Ваша мама, повторю, это взрослый ребенок. Которого нельзя вас принимать всерьез. Потому что она просто не соответствует такому отношению. И нельзя полностью игнорировать. Потому что без этого ей будет очень плохо. Вы, как дочь, этого допустить не можете, конечно же. Относиться к ней нужно как к требующему заботы ребенка. То есть, по сути, позиция родитель – ребенок. Вы родитель, а она ребенок. И в этом, в этой схеме, в этой схеме общения, в этой схеме взаимодействия, все, что она говорит не по существу, все, что она говорит не имеющего отношения к реальности, не имеющего отношения к делу, к помощи, к фактам, к объективным проявлениям реальности и прочим. Вам нужно попросту пропускать мимо мужчин. Потому что это все есть по своей сути каприз, есть по своей сути действия комплексов и страхов. Которых у нее много. Но, с которыми, в силу возраста ее, вашей мамы, практически невозможно работать. То есть, ну, понятно, что нужно ее желание. Желание, чтобы их видеть. Она ничего не хочет менять. Поэтому вам пытается принимать ее такой, какая она есть. И, единственный выход, это принять ее, как взрослого ребенка. Надеюсь, к ней соответствующий. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Буду благодарить.